Всем привет! Вы смотрите 12 выпуск информационно-развлекательной передачи «Над горизонтом» и здесь вас ждет! Последние новости мира самолетов и не только в рубрике «Летучка». Рассказ о легендарном Зеро в красном уголке. Этот непростой рокет-килл, ликбез в летной школе и лучший бой недели из присланных вами, наши зрители, в рубрике «Крутое пике». От винта! Мир самолетов набирает обороты с каждым днем. И регулярные ивенты это только доказывают. Не успели пилоты насладиться полученными наградами за уничтожение самолетов и наземных объектов в акции «Вижу цель», как ей на смену пришло тоже уже завершившееся снятие блокады Ленинграда. И ведь на этом разработчики не остановятся, завлекая все больше игроков различными плюшками. Оно и неудивительно. Без развития любая ММО превращается в болото, из которого разбегаются геймеры. К счастью, с развитием у проекта все в порядке. Причем способствует ему как сама Wargaming, так и геймеры-активисты. Скажем честно, без усилий последних нам вряд ли было бы настолько весело. Возьмем, например, регулярно проходящее мероприятие «Игра ради фана», которое переворачивает наше представление о мире самолетов. Согласитесь, весело ведь, когда твоими врагами в бою внезапно становятся зеленые самолеты, а не красные. Или когда штурмовики отправляются сбивать летящие цели, а тяжелые истребители уничтожать наземные. Впрочем, игра ради фана многим известна давным-давно, тогда как ивент Deadmatch вечером 29 января ждал официальный дебют. Здесь условия тоже нестандартны. Ваша задача — стать единственным выжившим в бою. Само собой, уничтожать своих никто не мешает. Ведь в Deadmatch действует правило горца — должен остаться только один. Что интересно, оба события не только забавны, но и прибыльны. За победы в них можно заработать игровое золото. Не отстает от развлекательной и киберспортивной составляющей. В четверг, 30 января, прошли битвы очередного командного чемпионата WePlay World of Warplanes Coup. Мы искренне поздравляем его организаторов, ведь турнир стал юбилейным, уже 20-м по счету. Победителям обещан приз в 15 тысяч золота. Ну, а проигравшим советуем не отчаиваться. Впереди еще немало соревнований с не менее ценными призами. И напоследок об очередном конкурсе, на сей раз под названием «Небо на снегу». Задача, на первый взгляд, проста – выложить из снега или вытоптать на снегу самолет из мира самолетов вместе с логотипом проекта. Однако, зная, что с фантазией у поклонников игры все окей, мы не сомневаемся – борьба за первое место развернется нешуточная. Благо, времени на креатив – ой, как много! Прием работ завершится 2 апреля. Только не забудьте зафиксировать на фото своего творения игровые имена участников команды. Да, мы не ошиблись – именно команды. Топтаться на снегу можно даже в пятером. По 10 тысяч выдадут каждому из квинтета. Дерзайте, и пусть вам улыбнется удача. С серьезной войне за территорию и ресурсы в Азии Императорская Япония начала готовиться сразу после Первой мировой. Прекрасно понимая, что флоту понадобится поддержка с воздуха, страна озаботилась постройкой авианосцев и самолетов для них. Однако, пошедший в серию палубный истребитель А5М не устраивал военных. Слабое вооружение, не самая высокая скорость и малый радиус действия заставляли искать другие варианты. Поэтому в мае 1937 года фирмы Митсубиси и Накадзима получили задание спроектировать новую машину. Правда, очень скоро Накадзима сдалась, решив, что запрошенные характеристики нереальны. А вот Митсубиси и один из ее ключевых инженеров Дзиро Харикоси отступать не собирались. Так на свет появился А6М, известный как Зиро или Рейсон, пожалуй, лучший палубный истребитель первой половины войны. Конструкторы сделали свое детище действительно выдающейся машиной. Скорость самолета превышала 500 км в час, а маневренность была такой, что американцы первое время отказывались в это верить. Больше чем хватало и дальности. Союзники часто замечали Зиро в таких местах, куда те, по их мнению, никак не могли попасть. При этом японцы ухитрились еще и отлично вооружить новинку. Парочки 20-мм пушек и двух пулеметов калибра 7,7 мм вполне хватало для того времени. Увы, ради таких прекрасных ТТХ пришлось чем-то жертвовать. Бронеспинки в кабине не было, да и баки защищались весьма условно. Впоследствии японцы не раз об этом пожалели и даже исправили недостатки в модели А6М-5. Но поначалу о таких якобы мелочах никто не думал. И ведь понятно почему. Военные инженеры находились в эйфории от первых успехов своего детища. В сентябре 40-го года 13 Зиро встретились с китайцами, летавшими на И-153 и И-16. И в первом же бою сбили 27 из 30 машин врага, не потеряв ни одной своей. Прекрасно проявили себя А6М и в декабре 41-го года, при штурмовке Пёрл-Харбора и в сражениях с британцами на Тихом океане. Правда, американцы скоро научились применять при встрече с Зиро тактику бум-зум. Тем более, что хрупкой самурайской технике хватало одной точной очереди. И все же в умелых руках машина оставалась грозным противником до самого конца войны. Вот только обученных пилотов у Японии оставалось все меньше и меньше. Да и численное превосходство американцев начинало сказываться. Так что к 1945 году А6М использовались в первую очередь подразделениями Камикадзе. Что нисколько не умаляет выдающейся роли Зиро во Второй мировой. И не зря в мире самолетов самый массовый японский истребитель представлен сразу тремя модификациями. Он это заслужил. В этом выпуске летной школы я расскажу вам о самой сложной и непредсказуемой стороне воздушного боя. Заинтригованы? И не зря. Ведь темой будет Rocket Kill. Этот термин означает уничтожение самолета с помощью ракет. Для начала погрузимся немного в механику игры. Ракеты это подвесное вооружение, которое доступно на некоторых самолетах. У разных ракет есть свои технические характеристики, которые крайне важны для Rocket Kill'a. Первое, что можно узнать прямо из ангара, это сплэш от взрыва ракеты. Этот термин означает диаметр взрыва, на котором наносится повреждение от ракеты. Второе, что важно знать, таймер до автоматической детонации ракеты в случае, если она не встретила на своем пути препятствий. Этот показатель можно узнать в тренировочной комнате, выпустив ракету и отследив по таймеру время до взрыва. Третий показатель один из самых сложных, но при этом самый важный – дальность до взрыва. Тут вам понадобится время, ведь узнать этот показатель будет нелегко. Дело в том, что у ракет есть собственное ускорение, а начальная скорость зависит от скорости самолета-носителя. Поэтому вам необходимо за несколько попыток выяснить, стреляя по наземным целям в тренировочной комнате, максимальную дистанцию до запуска ракеты, при которой взрыв все же наносит урон по цели. Ну вот и все. Больше механических сложностей у нас возникнуть не должно. Ведь после того, как вы нашли примерные показатели для конкретных ракет, вы теоретически готовы к выполнению рокет-кила. Теперь рассмотрим на практике, как сделать этот самый рокет-кил. Первый способ уничтожения ракеты – прямое попадание. Тут вам понадобится лишь знание максимальной эффективной дистанции ракеты и зоркий глаз. При соприкосновении ракеты с целью моментально произойдет взрыв, и он принесет вам фраг. Второй способ посложней – уничтожение сплэшем от земли. Тут вам, ко всему прочему, понадобится немного удачи и правильная цель. Дело в том, что в этом способе рокет-кила есть переменная, которая зависит от вражеского самолета – это высота над землей. Обычно в зону риска может попасть лишь штурмовик, который летит бомбить на земку, или тяжелый истребитель, который просто решил закосить под штурмовика. В этом случае нужно убедиться, что самолет врага находится в зоне вашего эффективного огня. Если звезды сошлись и, кажется, все может произойти, стреляйте на опережение прямо по земле. Если вам повезет, штурмовик даже и не успеет понять, что с ним произошло, а вы получите медаль ракетчика. Только, увы, тут есть небольшой нюанс. Сплэш ракет легких истребителей редко очень большой, как, впрочем, и масса ракеты. И потому выполнять этот способ необходимо лишь тогда, когда самолет-цель летит критически низко. А вот если в ваших руках тяжелая техника, штурмовик или тяжелый истребитель, знайте, мощность ракет этой техники во много больше, и потому шансы на успешный рокеткил растут пропорционально. Остальное уже будет зависеть от вашего опыта и удачи. Надеюсь, информация из выпуска была понятна и весна. Ведь описанные способы являются, пожалуй, самыми простыми. А вот в следующий раз я расскажу про самый сложный рецепт рокеткила. В рубрике «Крутое пике» у нас старые знакомые. Пилот с ником Benya21, победивший в одном из прошлых выпусков, демонстрируя потрясающую игру на штурмовике, прислал нам видео боя, в котором его оппоненты проявляют не самое высокое стремление к победе. Пользуясь банальными ошибками, он и его сам взводный смогли выиграть, казалось бы, проигранную игру. Начало видео этого боя, к сожалению, не записал сам автор, но эпическое окончание этого сражения тоже достойно вашего внимания. Заметьте, что на третьей минуте боя команда нашего героя уже практически в полном составе находятся в ангаре. Преимущество неумолимо нарастает у красной команды, а герои видео находятся на высоте, откуда их уже не достать. Но для пилотов красной команды, видимо, принципиально убить всех, и потому они один за другим, теряя последнюю скорость, пытаются угнаться за тяжелыми истребителями. Как же поступают в этой ситуации грамотные пилоты? Верно, прикрывая друг другу хвосты, снимают самых опасных из оставшихся врагов. На наших глазах в течение одной минуты отправляются в ангар М-109Б, А-5М, И-16П и еще один М-109Б. Звено героя уже набрало 11 фрагов, а у земли кружатся еще два самолета противника. Дальнейшая их участь уже предрешена. А преимущество по наземным целям их уже не сможет спасти. А вот участь героев этого видео следующая. Медали Ас, Горовца, решающий вклад и 5000 голды за этот реплей. Однако под конец все же отмечу тот факт, что этот реплей мы выбрали скорее из-за наглядного примера. Как не стоит поступать, когда ваша команда уже почти победила? Почему важна высота? Ну и почему все же стоит прислушиваться к советам из летной школы? В остальном бой нам показался даже немного скучным. И это лишний раз показывает, что красота кроется не во фрагах, а в интересных боевых ситуациях. Поэтому если у вас они случаются, с победой или без, помните, именно нетипичные и красивые ситуации могут принести вам победу в крутом пике. Ждем от вас записей боев и желаем удачи в небе World of Warplanes. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, у нас тут всегда много всего интересного. Оставляйте комментарии, не болейте и до встречи в неспокойном небе. Субтитры создавал DimaTorzok